Начинается экспозиция с предметов, которые относятся к концу 19-го, начала 20-го века. Это саквояж, перчатки, зон, столовая посуда. Исторические экспонаты рассказывают об эпохе зарождения курорта. Второй этап – 30-е и 40-е годы, когда изменилась и архитектура, и инфраструктура города. Если сочинцы старшего поколения, они смотрят на эти вещи, и вспоминая, как они им служили в тот или иной период, то молодые люди смотрят с интересом и удивляются, неужели эти вещи могли использоваться когда-то в доме. Идея такой выставки появилась год назад – показать события, произошедшие за последние 120 лет. Большой интерес у посетителей вызвали фотографии современного Сочи. В последнее время в городе проводится много важных событий. Фотограф Дмитрий Зотов представил ряд снимков, сделанных с высоты птичьего полета. А известный в городе фото-журналист Олег Коваленко передал в дар музею не только интересные фотографии, но и раритет – старейшую коллекцию фотоаппаратов. Сотрудники музея гости искренне поблагодарили его во время торжественного открытия экспозиции. Конечно, сегодня на пьедестале стоит фотограф, потому что именно его руками, его глазами, его видение позволило нам сегодня увидеть фотографии старого Сочи, погрустить, вспомнить о былом. И, наконец, порадоваться за то, каков сегодня город. Отмечены были и те фотографы, которые приняли участие в общегородском фотоконкурсе «Твой день города». Здесь Сочи в разных ипостасях – и Тихий Приморский курорт, и Олимпийская столица. Глава Сочи Анатолий Пахомов оценил старания и отметил, что курорт действительно сделал огромный шаг в своем развитии практически на 100 лет вперед. Сегодня мы видим разницу между тем, что было в 2009 году, и то, что случилось в 2014 году. И город, как вы понимаете, и постолимпийское наследие продолжает улучшать свою городскую среду. Экспозиция Лики Старовой Нового Сочи будет открыта не только в праздничные дни. Она войдет в обязательную экскурсионную программу для гостей курорта. Елена Всецна, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.